Нравится, изучаю, вот, ну вот, в принципе, вот так. Ага, ты не надумал? Давайте, Чонкин. Меня зовут Рома, ВКонтакте Керо, 39 страны, делал дом для всех первоуральских. А в Аусь когда будет? А в Аусь когда будет? А в Аусь когда будет? Вот, еще я пытаюсь снимать видео, такое в стиле трех видео, что там видели вот недавно. А сколько подписчиков у тебя? По родным каналам на штуку уже 40 есть. А те, кто смотрит? В квартире убрал? 40 человек. Все, все. Молодец, а почему ты сегодня в пятерочке хочешь? Ну, как, а хорошее, удобное, есть, конечно, на четверку, вот так и... Так, ладно, дальше мы. Ты, ты. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дубровин Юрий. Я профессиональный психотерапевт, практикующий психолог из Москвы. У меня интересная судьба. Я закончил также МИФИ, ядерную физику поначалу. Живу в Свиблова. Вот, в 17 лет путешествовал автостопом, потом летал самолетами по Европе. Ну, западная цивилизация мне как-то больше нравится. Вот, я люблю науки, искусство, люблю природу, сжечь костры, люблю... С людьми я люблю дружить, разговаривать, знакомиться. И мне очень нравится у вас, друзья, я тут впервые. Спасибо за приглашение и... Ага, пожалуйста. Так, дальше. Меня зовут Ксюша, мне 20, я из Купавны, из Подмосковья. У меня аж как-то люблю здесь. Хорошо. Купавны, из Купавны. Всем привет, меня зовут Абулкина Таня. Я сама родом из Япутии. Какой город, как уже? Я родилась в маленьком селе Качикадзе, между... Покровском и... Ну, это дети рядом с Якутском, переправы там есть, да? Да, на другой стороне Лены, да. Ну, так и говори, еще скрывай. Что же ты, за вечер, у вас не прочь? Хангаласка, международно. Еще скрывать при нема, да? Ну, в село Качикадзе можете приезжать, у меня там мама живет. Вот, люди есть. Если вся там пасть не соберет. Да, я на курсе, потому что у нас у меня есть знакомый, который тоже автостопом катается. Я говорю, приезжай к нам еще и другие друзья. А сама уже 9 лет, 10 лет, живу в Москве. Работаю в институте. Вот, в основном занимаюсь спортивными ходами. Автостоп каталась там, чем-то, чем-то, и в основном путем в автостоп-зелосипедов. Здравствуйте. Тольк Байзель. Меня зовут Дима, я из Москвы. Я когда-то был туристом, но заметил, что мне больше всего в походах нравилось, когда ты забрасываешься в каком-то открытом кузове с рюкзаками, едешь куда-нибудь в гребенях или на электричке. Так я пришел в автостоп, доставка лет 15, но в основном в Латинскую Америку или в Сибирь, вокруг Байкала, или куда-нибудь на полный север, а люблю лес. Здравствуйте, меня зовут Евгений Суврайский, 32 года, город Москва. Устаиваю мероприятия, фушеты, банкеты, корпораты различного рода в Москве, по области, иногда за границей. Был в 34 странах, также был в домах у Лондона, в Нижнем Новгороде и у Алексея Крюшова в Марокко. Меня зовут Олег, 35 лет, из Питера, бывший стоматолог, сейчас занимаюсь массажем. Путешествую недавно относительно, меня ВФ, собственно, вдохновило на это дело, поэтому благодарю вам. Ну, все, что касается массажа, вряд познакомиться и пообщаться на эти темы. Путешествовал в Штатах, несколько раз был, поэтому товарищ, который собрался там зарабатывать, тоже с тобой было бы интересно познакомиться, да. Всем привет, меня зовут Саметова Марина, я родом сама из Алчевска, это ЛНР. В Москве уже год, сейчас работаю педагогом английского языка, в основном с дошкольниками. Работа безумно нравится, и вот я очень мечтаю поехать в Японию, и теперь учу японский язык, и тоже в Свиблова, что, впрочем, приходит в гости хорошо. Здесь первый раз, почти на самом деле не путешествую, так что по автостопам это второй раз, мы первый раз в Беларусь мы ездили с братом, в общем-то. Вот, и мне здесь очень нравится, спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Оля, я из города Кирова, сейчас живу в Сауду-Кохею Вадимову, после Кохею Вадимову. Я занимаюсь 3D графикой и компьютерной графикой, и только-только услышал про все движение АРУФЭ и про открытые дома, это очень замечательное явление, и тем самым получается гораздо легче в другие города переезжать, и 20 июня поеду в Санкт-Петербург. В общем, если 3D графика, вы можете мне познакомиться, я, Джейкс Монт. Ага, товарищ Утробин. Я Утробин, город Чайковский, 30 лет, путешествую 12-го года, был на слетах в домах АВП, ездил до Магадана, сейчас после всего это собираюсь заехать в Муром, но нет в списке пока очень не нашел, если у кого есть знакомый, кто может принять в Муроме. А кто-то между Муромом и этим, и косивым он живет. 50 километров от Мурома я живу. Нет, хотелось бы в самом городе, чтобы ты так оставил, чтобы этот город сядет ему далеко. Всего-то 60 домов. Дальше. А, ну, здрасте, зовут Дмитрий, из Череповца, начинающие путешественники. До этого, когда путешествуем с подругой, работал в магазине компьютерной техники, в Центре по компьютерной и мобильной технике, чтобы не было подсказать, это рассказать без дней. Потом работал в театре, и начал путешествовать. И вот сейчас вот уже перешел в более полноценное путешествие. Сейчас возвращаемся из Турции домой, вот по дороге заехали сюда. Прошу, скажите, дальше. Ты представлялся, да? Да. Здравствуйте. А, Марат. Здравствуйте. Меня зовут Марат. 59 лет. Не привлекался. Пешествовать кончил 3 года назад. Последний раз я посетил что-то в начале 16-го года. Сейчас по-нову нашу... А, ну вот. Поехал в 71 страну, когда светло. И давно посчитал в паспорте. Где-то 20 раз был в Грозе, 18 раз в Турции. Ну, по-много здесь не думал. А путешествие сейчас начало неделю назад. В Новгороде, с Пскова, ну, жусь потихонечко. Доехал до Эстонии, посмотрел. Что-то мне не захотелось поехать. Вернулся в Питер. Отдохнул 3 часа, вычешил приезжать и приехал сюда. Ну, это все так. И решил, что-то попродавать. Как успехи? Успехи плащи я. Ну, подтяжки ты продал, ты себе плащи плащал. Пообщался, главное, воражник, пообщался. А будет сделать коммерческое предложение. У меня есть много магнитиков в Санкт-Петербург. Если кто-то даже из какой-нибудь деревни Мараморочка, у вас нету своего личного магнитика, можно купить магнитик в Санкт-Петербург. Я гарантирую за это, что приготовлю вам блины. А если кто-то купит рюкзак, я 3 раз приготовлю. Ага, хорошо. Меня зовут Илья, я из Москвы. Послужил пару лет. Если я в России, то живу в Пензенской области. Либо где-то в России путешествую летом. Зимой я путешествую время и дальше. Я люблю всякие физические нагрузки. Люблю долго-долго таких мультур по-многому. Либо ездить на велосипеде. Проехался однажды из Триланда на Россию на велосипеде. Однажды проехался через Северную Америку на велосипеде. Этой зимой я готов как бы открыть для любых предложений. Такого. Подольше, подальше и с какой-нибудь физической нагрузкой. Куда-нибудь в Южную Америку, там в Северную Америку. В Америку или в Мадагаскар. Меня зовут Светлана. Я здесь с мужем, которого я весь взлет ищу. Мы живем в Долгоплудном, это подмосоле, в ближайшее. Муж мастер на все руки. Предправитель всех внезапных выездов. Типа через два часа мы едем на стол сутрайсе. Здесь мы второй раз. Первый раз были три года назад. Остались очень красивыми впечатлениями. Сейчас очень рады, что приехали. Я работаю мамой троих взрослых детей и ваннских внуков. Муж работает с лизистом. И интернет подает, как работает. Вот. Из хобби, ну в общем-то походники. В основном водники, ворные, пешие. Ну так, не больше второй. Мы были в Корею. Муж ходил на Алтай. На три недели. Вот. На следующий выходной собираемся на Нерску. Вот так, разводится. На майские праздники будем на Клязу или на Пайданку. И вам будет планирован, вот уже третий год планирован. Надеюсь, в этом году получится. Поехать в Грузию на машине. В Грузии обязательно какой-нибудь трекинг по какими-нибудь каньонам, горам и так далее. Вот. Хорошо. А, кстати, два человека в машину до Москвы сегодня 9 часов до Щелковской метро. Или до Ховрина метро. По-прежнему не появились. Один цифр. Один цифр. Один цифр. Один цифр. Один цифр. А вторин цифр. И что появляется? По-прежнему после обеда. Пошли. А, там было прижимание, но у меня не филиппо на. Ну, я спросила, я не могу. А, что есть после обеда? Да, я... Я только вот сейчас, 10 минут назад узнал этот адбом для всех в Архангельске. И вот я угроминал про молоковскую тему.